Ирина Зартайская. Путешествие новогодней елочки. Жила в лесу елочка, такая пушистая и зеленая, что другие деревья невольно завидовали ее красоте. Однажды зимой на одну из еловых веток села говорливая сорока. Елочка редко прислушивалась к ее пустой болтовне, но в этот раз сорока оказалась так близко, что не слушать ее было просто невозможно. Вдруг среди обычных сплетен и глупых шуточек елочка услышала что-то интересное. Сорока видела, как дети в детском саду готовятся к новогоднему утреннику. Они уже подобрали песни для праздничного хоровода, выучили все стихи для Деда Мороза. Но вот беда, у них не было елки. Вот глупые, заливалась Белобока, в лесу столько елок, они слезы льют. Бедные дети, подумала елочка, я обязательно должна им помочь. И ко всеобщему удивлению ловко выпрыгнула из земли и поспешила в сторону города. Перепуганная сорока вспорхнула с еловой ветки и затороторила. Караул, караул, елка сбежала. Но елочка не обратила на нее никакого внимания. Она очень хотела порадовать ребят и подарить им настоящий праздник. Долго шла елочка по лесу и набрела на хижину. В этой хижине жил старый одинокий лесник. Увидев елочку, он очень обрадовался и сразу же пригласил ее в гости. Елочка с трудом поместилась в небольшой, но теплой кухне. Здесь пахло смолой и сушеными травами. Лесник полил елочку водой, а сам выпил горячего чая с малиной. За разговором елочка рассказала ему, куда направляется. «Это ты хорошо придумала», — похвалил ее лесник. «Я и сам давно не был в городе. Соскучился по ребятишкам». «Так пойдем вместе», — предложила елочка. «Вместе Новый год встречать будем». Но лесник только покачал головой. Ему еще предстояло обойти лес и проверить, во всех легкормушках есть еда для птиц и зверей. Он поблагодарил елочку за приглашение и пообещал, что обязательно придет на праздник, если успеет. Елочка оставила доброму леснику несколько своих ароматных веточек, а лесник повесил на ее иголке маленького соломенного ангелочка. «Я сам его смастерил», — сказал старик и широко улыбнулся. «Спасибо», — сказала елочка, тронутая его добротой, и поспешила дальше. Прошло совсем немного времени, прежде чем елочка встретила маленького зайчонка. Зайчонок горько плакал. «Что случилось, малыш?» — спросила елочка. «Мы играли с моими братьями и сестрами», — схлипнул зайчонок. «Но я забежал слишком далеко, и вот потерялся». «Не плачь», — сказала елочка и ласково пригладила заячьи ушки своими пушистыми ветками. «Я помогу тебе найти дорогу домой». Елочка внимательно посмотрела на снег и по цепочке следов определила, откуда прискакал зайчонок. Она попросила его возвращаться по следам, а сама шла рядом, то и дело проверяя, не сбивается ли малыш с пути. Совсем скоро они вышли на ту самую полянку, где жила семья зайчонка. Сколько было радости! Мама зайчиха обняла своего сыночка, расцеловала в мохнатые щечки и попросила впредь не уходить далеко от дома. Братья и сестры окружили малыша и наперебой стали расспрашивать, как ему удалось вернуться. А узнав, что ему помогла елочка, стали благодарить доброе деревце за помощь. В знак признательности зайчата украсили елочку яркими оранжевыми морковками. А елочка подарила им в ответ несколько своих самых пушистых веток, попрощалась и пошла дальше. Старые дубы задумчиво провожали ее взглядом. Трескучие сосны изумленно покачивали своими кронами. Долго ли, коротко ли, встретила елочка рыжую белочку. Белочка сидела на снегу и тряслась от страха. — Почему ты сидишь на снегу? — спросила елочка. — Разве это не опасно? — Еще как опасно! — кивнула белочка, выглядывая из-за своего пушистого хвоста. — Я уже слышала где-то поблизости вой волков. — Ну что делать? Я повредила лапку и никак не могу забраться в свое дупло. И на глазах у белочки блеснули слезы. — Не бойся, — утешила ее елочка. — Я помогу тебе. Хватайся за мои ветки, и я подниму тебя наверх. С этими словами елочка наклонилась к белочке так низко, что та смогла уцепиться за крону. Аккуратно, чтобы не уронить испуганную зверюшку, елочка стала распрямляться. Раз, два, три. Белочка зажмурила глаза, а когда открыла, увидела перед собой свой дом. Ах, как хорошо! Белочка перелезла на свое дерево и посмотрела на елочку сверху. — Как же мне отблагодарить тебя, милая елочка? — сказала она и поспешно добавила. — Придумала! Она скрылась в дупле, а уже через секунду выглянула обратно. — Вот, — сказала она, протягивая елочке орешки, желуди и шишки. — Это тебе. Скоро Новый год, и эти маленькие подарки послужат чудесным нарядом для такой красавицы, как ты. Елочка была так тронута, что и тоже захотелось оставить что-нибудь своей новой подруге. Она аккуратно протянула белочке несколько своих самых зеленых веточек, сказала ей «до свидания» и продолжила путь. Лес вдруг потемнел, стал гуще, так что елочка с трудом пробиралась между стволами других деревьев. Морковки и шишки покачивались на ее веточках, задевая кусты и сбивая с них снежные шапки. И вдруг елочка услышала протяжный вой, такой же леденящий, как зимний ветер. Это серые волки пели свою грустную песню. Елочка остановилась и тут же увидела перед собой три пары оранжево-красных глаз, горящих в лесном сумраке точно огоньки. — Что ты здесь делаешь, елочка? — обратились они к деревцу. — Или ты не знаешь, как опасно гулять по лесу одной? Но елочка не испугалась. Она знала, что волки ничего не смогут ей сделать, поэтому она только отряхнула свои ветки от снега и спокойно сказала. — Не тратьте свое время напрасно. Я иду на праздник, и вы не сможете мне помешать. А попробуйте укусить, только клыки затупите. Но волки не поверили, кинулись на елочку, клацая зубами и злобно рыча. Каково же было их удивление, когда вместо того, чтобы вкусно пообедать, они только больно ударились лбами, а стволы и искололи бока острыми иголками. Волки отпрыгнули и, потирая ушибленные места, заплакали. — Никто нас не любит, никто нас не покормит. Казалось, что они очень голодные и несчастные, и поэтому такие злые. Пожалела елочка волков и пообещала, что обязательно попросят Деда Мороза прислать им в подарок горячие пироги. А еще посоветовала поумирить свою злость и относиться к другим с уважением. Волки пообещали исправиться и показали елочку самую короткую дорогу в город. Елочка оставила волкам несколько веточек на память и пошла дальше. Вдалеке уже виднелись огоньки домов, когда мимо елочки проехал грузовик. Увидав шагающую по дороге елочку, водитель остановился и изумленно посмотрел на невиданное чудо. — Вот это да! — сказал он. — Впервые вижу дерево, которое умеет ходить. — Вас подвезти? Елочка с радостью согласилась. Надо сказать, что за время своего путешествия она сильно устала, а ведь ей хотелось выглядеть красиво и свежее на детском утреннике. Когда водитель узнал, куда направляется елочка, тут же прибавил газу. Ведь его дочка тоже собиралась прийти на праздник. Дети так обрадуются, что у них будет настоящая елка, — сказал водитель. — Но нам надо поторопиться. Представление вот-вот начнется. Когда они подъехали к крыльцу детского сада, до начала новогоднего утренника оставалось всего несколько минут. Елочка торопливо поблагодарила своего попутчика и, как и прежде, оставила на сидении маленькую еловую веточку. Уже на улице из светящихся теплым светом окон доносилась веселая музыка. Елочка подобрала нижние ветки, отряхнулась снега порог, бежала в детский сад и застыла напротив зеркала. Ох! Вместо молодой и пышной красавицы, какой елочка была раньше, в отражении она увидела старую облезлую метелку, увешанную морковками, орешками, желудями, шишками и трепыхавшимся на сквозняке соломенным ангелочком. Почти все веточки она раздала, а те, что остались после схватки с волками, были сломаны в нескольких местах. От былой красоты не осталось и следа. Елочка села и тихонько заплакала. «Кра-кра-кра-чи-чи-чи-чи!» засмеялась сорока, которая все это время следила за ней. «Сама виновата! Нечего было уходить из лесу!» Как раз в этот момент музыка затихла, и дети услышали, что за дверью кто-то плачет. Они выбежали в коридор и увидели на скамейке елочку. «Смотрите, смотрите! Настоящая елочка, живая!» «Ну почему ты плачешь?» — наперебой расспрашивали дети. Елочка утерла слезы и посмотрела на ребятишек. «Милые дети, сорока рассказала, что вы остались на Новый год без елочки, а я была такая зеленая и пушистая. К тому же я всегда мечтала побывать на новогоднем празднике. Мне так захотелось вас порадовать, но пока я сюда шла, превратилась в старую и потрепанную метелку. Кому я теперь такая нужна?» И она снова заплакала. Ей казалось, что дети будут смеяться над ней, но вместо этого они ласково стали утешать ее и сказали, что никогда не видели такой удивительно украшенной елочки. Дети отвели ее в зал, поставили на самое видное место и украсили верхушку большой золотой звездой. Сорока от удивления даже клюв раскрыла. А тут Дед Мороз пришел и стал дарить всем детям подарки. И когда настала очередь елочки, она поклонилась дедушке, поздравила с Новым годом и передала просьбу волков. Дед Мороз улыбнулся и пообещал, что обязательно отправит им самые вкусные пироги из праздничного стола, ведь новогодний праздник должен быть у всех. Но за то, что ты проделала такой трудный путь и помогла всем, кого встречала, сказал Дедушка Мороз. Я приготовил для тебя особенный подарок. С этими словами он ударил в пол своим волшебным посохом, и на глазах у изумленных ребят елочка стала такой же красивой и пушистой, какой она была прежде. Морковки, орешки, желуди и шишки смотрелись теперь как елочные игрушки, а слезы превратились в блестящие бусины. Дети отчасти запрыгали и захлопали в ладоши, а потом взялись за руки и стали водить вокруг елочки хоровод, напевая новогоднюю песенку. А когда Дед Мороз наклонился к елочке, чтобы поправить мишуру, она вдруг уловила знакомый запах смолы и цветочного чая. В ту же секунду соломенный ангел слетел с ее ветки и сел на рукавицу старика. Я же говорил, что обязательно приду на праздник, если успею, сказал он и едва заметно подмигнул елочке. А елочка стояла в центре круга и чувствовала себя самой счастливой на свете.